Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик, и мы играем в League of Legends. Опять нормал, давайте посмотрим на наши команды. Собственно, я очень хотел вам показать Диану, мид, но Диану плюс к тому, что я увидел сначала Акали, но потом я увидел Лакс. И я посчитал, что Акали будет топ, а Лакс будет мид. А один из самых лучших каунтеров для Лакс это как раз таки Кассадин. Но потом увидел Ирниктон и понял, что как бы тупанул. Даже не знаю. Ну, в принципе, Кассадин против Акали тоже должен быть достаточно хорош. Единственное, меня, конечно, волнуют ее прыжки на меня, потому что у нее бурж гораздо сильнее, чем у меня. С другой стороны, если я успею ее засайленсить своим кью, то ничего страшного не случится. Тем временем, в Малфайте что-то все как-то не видно. Сиджуани Джангл, в общем-то, по-моему, она изначально, когда создавалась, она была предназначена именно для Джангла. Мне она не особо нравится. Кстати говоря, очень забавную историю вам сейчас расскажу, пока грузится Малфайт. Сиджуани собираются переделывать. Как вы думаете, почему? Потому что, видите ли, когда они ее изначально создали и нарисовали, вы сейчас вглядитесь вообще в то, как она выглядит. Это, грубо говоря, девушка, которая разъезжает в купальнике по тундре на огромные свиньи. Так вот, видите ли, когда они ее нарисовали, они предполагали, что это будет великая воительница, которая будет разъезжать на свирепом звере. В результате это оказалась секс-модель, елки-палки, топ-модель какая-то на свинье с булавой. Поэтому они ее будут переделывать. При этом Сиджуани это один из, ну, относительно недавних персонажей. Та же самая бедная Сивир выглядит уже кошмар, как некрасивый, и все равно ее никто переделывать и она не собирается. Начнем мы с сапфир, кристалла и поушенов, и пойдем прикрывать мид. Берем первым кью. Итак, давайте быстренько посмотрим, что же делает что. Пассивка у Кассадина получает на 15% меньше магического урона, то есть весь магический урон, который по нему проходит, проходит на 15% меньше, и переходит в бонусную атак-спид, его мили-атаки. То есть Кассадин это мили-персонаж. В то время Малфайт у нас все так же отдыхает, не есть хорошо. Детерблейд, его W, это баф, грубо говоря. Пассивка это обычные атаки восстанавливают ману, при этом если мы убиваем противника, то есть того же крипа, то вместо 8 маны нам восстанавливаются 24 маны. Очень хороший маны реген. Его E, это накапливающаяся АОЕ, то есть нужно накопить 6 зарядов. Заряды эти накапливаются тем образом, что просто рядом с Кассадином кто-то должен использовать обилку. Либо сам Кассадин, либо какой-то противник с ним. У него накапливается 6 зарядов таким образом. Это АОЕ атака, которая помимо урона еще и замедляет. Кстати говоря, про его кью я не сказал. Очень важным моментом является то, что это еще и Сайленс. Помимо простого урона. А его R, это в общем-то самая, я считаю, одна из самых читерных обилок, именно из-за которой его в свое время очень часто банили, но потом позабыли. Это, грубо говоря, флэш, который еще и наносит урон. При этом кулдаун у него всего, как вы видите, 6 секунд. При этом единственное, но, так сказать, единственное, что останавливает вас от спама этой обилки, это то, что с каждым новым использованием будет тратиться в два раза больше маны на очередной рифт Волк. Тем временем мы продолжаем харасить Акали потихонечку и стараемся хоть как-то ее подамажить. Ну, пока что, в принципе, это будет несложно. Пока что ничего там сложного нету. А вот потом начнутся, я чувствую, проблемы. Также, кстати говоря, забыл упомянуть, что его W, если его активировать, очень сильно увеличит его как его, атак дэмэдж, обычная атака. То есть, грубо говоря, очень хорошее средство для пушения той же башни, в конце концов. Ну, это, конечно, самое глупое применение, которое можно использовать с данной обилкой, но, тем не менее, тоже работает. Постепенно харасим Акали. Пускаем ее все ниже и ниже. Пока что она ничего сделать не может, но, к сожалению, это только пока что. Ждем ее появления. Получает очередной Нул Сфир в лицо. И ничего пока что не может сделать. Главное успевать ее сайленсить до того, как она на меня кинется. Иначе у меня будут большие проблемы. Вот я и взял первое И. Сейчас вы увидите, что у меня начнет накапливаться чарж. Уже, как вы видите, их два. Уже четыре. Так что все это, в общем-то, происходит очень быстро. Особенно с Акали, у которой нету маны. И она своей обилки спамит на раз. Ну и похоже, что мы ее сейчас убьем. Отлично. Отлично, отлично. Главное не фидить Акали. Все будет гуд. Похоже, что она первее меня... Нет, стоп. Почему она на меня кинулась-то? Я думаю, что у нее штрелел, если честно, появился, но нет. Непонятно, что она тогда так агрессивно вдруг решила сыграть. Но не суть. Я жаловаться не буду. Покупаем два ворда и возвращаемся на свою линию. Сигналим о том, что Акали где-то шастает теперь. Тем временем у нас уже два килла. Один, как вы видели, мой. Второй, если я не ошибаюсь, работала Кейтлин, правильно. И убив Лакс. Но теперь, кажется, сейчас может умереть трэш. Если они будут неосторожны. Вот Акали подходит опять. На всякий случай сейчас завортим здесь все. Кстати, кто у них джанглер? У них Синджуани. Точно-точно-точно. Уже забыл. Уже забыл наше обсуждение топ модели на Свинье. но тем не менее очередная ну сфер тебе в лицо на калле как видите у меня уже готовы еще одна и именно поэтому вы слышите это дыхание оля дарт вейдер означает что касс один так сказать набит по полной и мы сейчас используем его charge на бедной а калле кстати говоря подходить опаньки вот если желание пришла ворда пригодились как вы видите пускай не будем показывать что я вижу что она здесь хотя бы просто потому что таким образом она до гораздо больше времени тратит на тупо стояние в то время как мал файт тот же фарм и что меня в принципе устраивает но тут уже приходит мал файт молодец мал файт очень умная была и затея елки-палки так сказать все коту под хвост ну ладно я думаю все равно боже сейчас начинал бы уходить постепенно вот у меня и 6 левел наконец-то и теперь можно начинать делать наш стандартный борст временем окали нигде не видно куда наделась вон она сигналим о том что коликой пропал наверняка она пошла на бот набирать килл и там потому что с ее способностью так быстро кидаться на кого угодно она без проблем может кого не гонкануть и мал файт приготовил для меня синий баф то крайне мило с его стороны и приходит окали на год как я и сказал идем срочно им помогать посмотрим там ли она похоже что нет ну тогда мы сделаем вот так вот так и дрейвен мертв супер может быть даже сейчас и лакс убьем о черт вау так главное сейчас не использую ульт не использую ульт лакс плохая девочка будешь придется методов флэш использовать хотя принес перед полки рифт волк же есть зачем использовать флэш когда есть рифт волк так купим теперь ботинки и наверное опять купим вордов и побежали на свою линию ну или почти побежали побежим когда восстановим хп окали опять не видно опять она куда-то делась а счет и времени 40 неплохо неплохо вот и окали опять даже не знаю что мне делать может конечно пойти на бот и помочь им защитить башню на то же время мою че тут так тоже неплохо пушит похоже что они решили отступить сходим сразу за вордом пока можем отличненько привет окали и похоже что ты опять мертва супер кормите касса дина правильно кормите его больше чтобы он вообще во всех ваншотил тем временем начинаем пушить башенку малфайт заявляет о том что окали не самый умный игрок явно есть о вау ну ладно давай теперь тебя попробуем убить чубы нет не хочу под башню конечно прыгать а так можно было попробовать кому кажется мой телефон извиняюсь надо по хорошему счет конечно отсюда вымотать сейчас придет окали просто меня ваншотнет но поскольку я человек глупый а вот она ай-яй-яй я осматриваюсь нафиг башенку разносят на боте супер 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 так тем временем я сейчас куплю себе blessing венд денег на родовый режисс пока что не хватает так что будем довольствоваться тем что есть счет тюремя 60 кали куда-то опять свалила возможно на бот кто его знает наконец-то прокачиваю нашу нул сфер действительно окали кидается на кейтлин трэш пока что ее спасает обалдеть неужели не получился спасти с ума сойти это проиграют трэша очень хорошо сыграл ну а теперь моя очередь оу вау понятненько это я уже зря это я уже зря используем фонарь трэша ауа вау немножко бур с ним по какого какого по дрэйвену ибо нам это позволительно и дрэйвен решает отойти назад но я конечно видел что там сидит лакс посчитал что мало ли может она не додумается мне застанет но все-таки додумалась опять немножко по бурстим и пара отсюда свалил и потому что пришла синджуани аман это блин на рифт волка нет теперь уже есть теперь уже есть и пока что я тут их занимал моя команда забирает дракона тоже неплохо тоже неплохо вот деньги на родов эйджис появились резко супер так пожалуй на теперь бежать срочно на свою линию потому что мне сейчас попытаются снести малфайт кажется забрал синий баф да мог бы им не отдать это вообще тут нон-стоп рифт волкил рифт волкил как-то лакс здравствуй-ка моя красавица пока моя красавица вот для этого нужны ворды привет а калия 2 моя красавица ну короче говоря на фиде ный касс один это это жесть это просто жесть то еще так же как и на фиде на околе благо околе у нас не на фиде на поэтому она немножко бесполезно решила вылезти из-под башни на ваке и 5-5 это просто так по уешу если кто не знает то в этой инвизи у околе и все равно можно атаковать то есть как бы вы не думаете что она такая прям бессмертная какая-то зачем ты использовал игнайт вообще без понятия зачем пустая трата была абсолютно 4 не ожидал рефлекс наверно это время может попробовать убить дрейвена примерно как-то так добивает его трэш конечно ему пришлось использовать флэш но чтоб какой трэш и двое zed его добивая чё я несу тем временем на топе у нас интересные вещи кстати еще тащение разнили никто за все это время все время на топе что ли сидит похоже на то так купим мы наверно вот эти ботиночки потому что судя по всему урона нам это хватает а вот защита от окали нам никогда не помешает и от лакс добавок правильно правильно а кто нас умер кто у нас умер кто у нас на видел трэш понятно но ничего ему позволительно ему позволительно время окали забивая забирает красный баб может быть сейчас я и помешаю это сделать почему бы и нет ибо мы можем будет очень забавно если мне это сделать получится нет я это сделать не успеваю но возможно я сейчас просто убью со страху она аж флешится и сейчас мы попробуем сделать еще вот так а теперь вот так а теперь вот так и ай-яй-яй а и приходит дрейвен понятненько ну тогда мы просто поделаем вот так сейчас я вам покажу глупость которую никогда не пытайтесь повторить примерно вот так черт башня фак ну да ладно я фидер кошмар но ничего-ничего тоже неплохо дальше мы наверное будем покупать шин ибо мы можем на тем временем счет 11-2 времени 16 минут 30 секунд чувствую та команда не дождется когда же она сможет сдаваться ну а может и нет кто его знает может быть мы сейчас все дружина видим может быть я тут решу дайвнуть на пятерых как говорится отходы жизнедеятельности в голову ударят и начну всякий бред выкидывать я могу вы не думаете так хотел идти на бот решил что надо все-таки опять убить окали то что то слишком уж она какая-то даже не знаю смелая что ли всякий случай за ордим на всякий случай я опять киню в нее нул сфер потому что мы можем ай-яй-яй получили от башенки чуть-чуть коля не видно убивают трэша опять фидер зато китлин убивает ренингтона а теперь о мой бог приходит акалия которая пытается убить кейтлин у нее ты она получается а я не перенесусь на всех парах чтобы убить акалия отобстить за полудохлую кейтлин все дела все дела больше драмы чтобы мы могли сделать мы могли просто взять и помешать бы ей вернуться но по идее она наверно наверно она сейчас как ты узнать что захочешь сейчас выкинуть доверучи заводим вот тут мало ли что немножко подамажили акалия куда же ты кулау понятно куда она так это вот и работает главное чтоб меня сейчас никто не застанил я просто от них убегу а теперь сделаю вот так и теперь сейчас умрет кс рельсин джуани замедляем ренингтона он к сожалению бежит под башенку хотя поскольку ее танчит трэш мы у нас получается все таки убить ренингтона а счет тем временем 17-3 у меня аж 8 киллов рядом со мной только кейтлин покелом и как раз из-за того что только что мы уничтожили башенку у меня есть деньги на щен супер за это бивает лакс все видят той команде явно потом самый большой фидиар лакс и околи окей окей неплохо неплохо вот поэтому надо стоит точнее вам не стоит а надо бы банить кассадина они все забыли также как о моргане пользуйтесь пока можете покупайте его времени большие проблемы уже до я пожалуй не буду к ним прям так прыгать мало ли что ваньки вопаньки привет а кали бедная кали наверное уже сейчас будет психовать просто и рейджить она все еще должна где-то тут сидеть вряд ли она куда-то могла выпрыгнуть вот она куда пошла никуда не о вау о вау понятненько мне нужно срочно мотать мне нужно срочно мотать отсюда рифт волк куда подальше замедлим их всех а теперь я сматываюсь перри возвращаюсь и сможем ли мы что-то сделать да мы точно что-то явно сможем сделать а например похарасить рейнектона отлично убиваем рейнектона остаются дрейвен и лакс бедные наши на них кидается зет который убивает лакс просто испепеляет ее а я сейчас добью дрейвена вот такая вот команда у нас неплохая получается тем временем у нас уже при смерти кейтлин ее чуть не убила окаля рейджащая явно кто его знает так тем временем мы сейчас купим еще одним blessing land и будем копить на рейдж бэйн как только мы его купим мы вообще просто будем все тут раскидывать только то то что лишь бэйн дает очень клёвую вещь а именно то же самое что ищем только увеличенных размеров то есть каждый раз когда мы будем использовать какую-то обилку наша а.п. то есть 191 урон будет нанесено при следующей автоатаки то есть при том что мы всегда кидаемся на нашу цель рифт волком это будет колоссальный урон рингтон приходит на мид вместе с аккали и сеньжуани времени уже 22 минуты по поводу что сдаваться не все таки пока что не планирует наверное спокойная команда побольше бы таких а тем временем рингтон пошел на то что они задумали а кто мне скажет они пошли пушить точнее он пошел кушать топовую башню ничем тоже неплохо тоже вариант я все так же немножко харайсю аккали просто потому что могу чтобы не расслаблялась всякий случай убежим от них вода клевая трата ульта ничего не скажешь кто на трэш пытается понять кто откуда я вообще честно не очень люблю говорить что я русский в league of legends по нескольким причинам как бы одна из них это почему-то русские поляки это самый часто насмехаемый народ то есть меня охота дискутировать на эту тему потому что правило эта тема следует сразу же за вопросом кто чем занимается а сейчас умрет дрейвен смотрите как вот такой вот урон нет и от меня не уйдешь то что прикалываешься все не так просто как ты думаешь дружочек тем временем мы возвращаемся назад и покупаем лечь бэйн дождемся когда у нас оу не слабые ульт от мал файта синджуани использует свой трэш начинает танковать ринектона и синджуани под башни обалдеть как он до сих пор жив и кейтлин вскоре даблкил приходит лакс вряд ли она что-то сможет сделать даже своим ультом но смысле хотя бы по идеале она могла бы застанить кого-нибудь под башни урон такой неплохой получался вместо этого использовала ульт на мал файте особо это ни к чему не привело прямо скажем ну а я тем временем пушу мид в одиночку потому что я могу активируем наши w ворон такой неплохой по башенке начинается как есть говорил пушить сочта удобно с помощью кассати на вот и башенка легла давайте я что-ли заберу хотя отец нужно забрала синий баф ну и фиг с ним моё не особо нужен все равно ложится очередная башня что-то подозрительные где-то нигде не видно они чтоб просто подошли под фонтаном сидят и не знаю хотя всегда говоришь это фонтан причем фонтан вообще будем говорить теперь у магазина семки жуют что творит трэш я не знаю проверяет что ли где они сидят дрейвен ходит сейчас он умрет возможно бурс на пол хп еще один инхивитер смысла ну похоже что они просто уже сдались но только кнопочку surrender не хотят называть а у черт чуть не убили трэша конечно нельзя скажи чуть не убили у него еще 600 хп а вала вала вау коля решила меня по бурсте честно я чувствую об этом пожалеет но мы тем временем убежим к трэшу предлагаю забрать барона мне кажется так уже это просто растягивание агонии руки-палки 29 против трех ну зато продемонстрировал вам полностью все скиллы кассадина считаю тоже полезное занятие макой макой забираем барона меня чуть так немножко опустился по хп наверно потому что я танчу барона следующая вещь у которой мы опаньки опаньки здравствуй акалия здравствуй красавица и до свидания вернемся назад просто потому что мне нечего делать я возьму и куплю кстати говоря тоже хороший вариант рэбэндерс дэвкоп но будем все-таки собирать вот эту вещицу сколько у меня уже по 352 если я собрал сейчас давай рэбэндерс дэвкоп я думаю было бы ну где-то 420 может быть что-то такое мал файд тоже уже особо не заморачивается тратит флэш и на то чтобы убить дрэйвена пора конечно это все уже заканчивать тут уже вряд ли они что-то сделать как вы видите да они просто стоят танцуют все дела печальное зрелище немножко а кали попыталась повоевать все таки пушки я еще до сих пор даже не восемнадцатый и блин хотел сделать рифт волк под их магазин ну да ладно он такая вот игра неплохо неплохо надеюсь она вам понравилась спасибо за просмотр если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые а также лайкайте и комментируйте если у вас есть такое желание еще раз спасибо за просмотр с вами был рик до скорого